Часть 2 Вы готовы ко второй части? Давайте начнем. Итак, президенты США, которые получили титулы рыцарей Ордена Бани. Удивительно, кому только королева не дает эти титулы рыцарей. Рок-звездам, людям с очень странным стилем жизни, людям, которые являются образцом для подражания всему миру. Сэр Мик Джеггер, сэр Пол Маккартни, сэр Роа Стюарт, сэр Элтон Джон. Сэр Элтон Джон. Вау! Удивительно! Есть люди, которые верят, что Соединенные Штаты и Великобритания играют важную роль в мире. Мы поговорим об этом в другой лекции. Есть люди, и вот очень интересный пример этому, люди, которые верят в завет Бога с Давидом и в то, что трон Давида всегда будет занят. Поэтому мы сегодня имеем это видение Израиля, согласно которого короли должны прослеживать свои корни хотя бы до времен Давида. Принц Чарльз имеет эту чудесную родословную линию, которую он прослеживает не только до времен Давида, но и дальше. Возможно ли, что принцесса королевства сидит так же и на других в кавычках престолах? Некоторые люди помешаны на этой конспирации. Они выводят всякого рода странные гипотезы о рептилиях, сравнивают драконов с падшими ангелами, что абсолютно невозможно, потому что Библия утверждает, что ангелы не порождают никого. Удивительные вещи. Являются ли потомками этих великих царей и королей? Захарий и так далее. Я был удивлен, когда несколько лет назад я поехал в страну мормонов. Им поручено вести родословную линию людей. Они имеют самую большую в мире компьютеризированную систему исследования родословных в мире. И там я увидел все эти интересные лица, которые происходят из одной и той же семьи. Так как тогда речь шла о предках президента Америки. В его родословную входят Джозеф Эррол, Джозеф Смит, основатель движения мормонов, Эмма Хей, Сэр Уинстон, Черчилль, президент Рузвельт, президент Никсон, президент Форд, президент Джордж Буш, старший, президент Джордж Буш, младший. Все они происходят из одной и той же семьи. Это интригует, не так ли? Давайте изучим этот вопрос и обратимся к специальным книгам, которые содержат генеалогические списки родословий всех титулованных особ и крупных землевладельцев Великобритании и Ирландии за последние 175 лет. Интересно, что эти люди действительно упомянуты в этих списках. Семейство Буш является близкими родственниками каждого европейского монарха, как восседающего на троне, так и некогда восседавшего. Родословное дерево Элгора включает в себя Карла I, Карла Великого, короля Франков, трех святых римских императоров и английского короля Эдуарда I. Так, может нам обращаться к нему Ваше Величество принц Элгор? Надеюсь, теперь вам понятнее, что стоит за этими именами и титулами. Биллу Клинтону при рождении было дано имя Уильям Джефферсон Блайс, но будучи подростком он взял имя своего и прослеживается до времен короля Генриха III, который правил Лангрии с 1227 по 1272 годы, а он является потомком французского короля Роберта I. Когда Библия говорит о царях этого мира, мы себе думаем, да какие там царьи, везде же демократия. Но если вы проведете небольшое исследование, этот список взятый из Википедии, это довольно сносный источник, исходя из этих данных, все упомянутые президенты принадлежат к королевским династиям. Этот список включает Джорджа Вашингтона, он потом от короля Англии Эдварда III, Томас Джефферсон, Мэдисон, Квинси и так далее. И тому подобное. Какой ужас, каждый из них относится к королевской крови. Вы знаете, что оба кандидата в президенты на предыдущих выборах также принадлежат королевским династиям? Оба! Это довольно интересно. Давайте еще посмотрим на большой почтеннейший орден Бани. Этот орден получался за большую службу короне. Звучит безобидно, но мы с вами изучили, кому же на самом деле принадлежит корона. Корона принадлежит тамплиерам, потому что она была передана в церкви тамплиеров, и она принадлежит Риму. Все они являются рыцарями святой Римской империи, которые несут службу в роли тамплиеров в центральных или отдаленных комитетах различных странах. Захватывающе! Рыцарство и награды. Каких американцев недавно наградила Британия? Одни из последних получателей наград среди американцев это предыдущий мэр города Нью-Йорка Рудольф Джилиани. Интересно, он же много выступает и в Канаде, да? Все газеты пишут о нем. Далее, кинорежиссер Стивен Спилберг, мне интересно, как же он поддерживает королевство тамплиеров. Почетными рыцарями-командорами почтеннейшего ордена Бани Британской империи стали бывшие президенты Джордж Буша Рональд Рейган. Генералы Норман Шварцкоп и Колин Пауэлл являются почтенными рыцарями-командорами Великого Ордена Бани. Кэспер Вайнберг, почетный рыцарь Большого Креста отличнейшего Ордена Британской империи, комиссар полиции города Нью-Йорка Бернард Керрик и так далее, и так далее. Интересно, не так ли? Они все являются рыцарями, а рыцарь это военный человек. На чьей стороне он будет сражаться? И что же мы делаем в Ираке и в других странах? Ну что вы бросьте. Америка является суверенной независимой нацией, нацией свободных, которые разорвали узы ига. Это наилучшая протестантская нация, которая когда-либо существовала в мире. И это правда. Америка это протестантский бастион на планете. Примешаю вас посмотреть на нечто, что можно считать наибольшим обманом наших времен. Эта статья написана Майклом Эдвардом под названием «О Содружестве Священнослужителей». Автор Майкл Эдвард «Королевский темпл Тайна Вавилона». Правительственная и судебная система Соединенных Штатов Америки на федеральном уровне и уровне отдельного штата принадлежат короне, которая является частной иностранной властью. Кто же владеет Соединенными Штатами Америки? Королева Англии или королевские семьи? Далее мы будем использовать три понятия корона, королевский темпл и темпл, которые по сути одно и то же. Теперь далее. Юридическая система, судебная система США контролируется королевским темплом из независимого и суверенного города Лондона. Фактически Лондон является финансовым стержнем мира. Это город иезуитов, следовательно это город тамплиеров. Частная система федерального резерва, которая выпускает банкноты федерального резерва США является финансовой собственностью короны и контролируется ею из Швейцарии, которая является домом юридической родиной уставов ООН. Итак, все решения ООН являются королевскими уставами. Все решения Международного денежного фонда, Всемирной организации торговли и Банка международных расчетов являются королевскими решениями. Я по-настоящему прозрел, когда услышал публичное заявление внутреннего королевского темпла о том, что среди тех, кто подписал так называемую Американскую Декларацию независимости, было по крайней мере пятеро тамплиеров, которые дали торжественную прятву только короне. Поразительно. Но это история. Что же это означает? Это означает, что обе стороны, подписавшие Декларацию, имеют одинаковое происхождение, то есть королевский темпл. Если важность этого не до конца понятна, то следует пояснить, что ни один международный договор или соглашение не будет признанным и не будет иметь юридической силы, если одна и та же сторона подписала его как бы от имени двух сторон. Это все равно, что вы продадите свой дом самому себе. Корона не может подписать документа сама с собой от имени обеих сторон. Это бессмыслица. Если обе стороны, заключившие договор, на самом деле являются одним и тем же лицом, то документ становится ничего не стоящим клочком бумаги, не имеющим юридической силы. В реальности американская декларация независимости является всего лишь внутренней служебной запиской королевского темпла, составленной его членами. Американцев заставили поверить, что новая Англия, которая когда-то была королевской колонией, теперь стала независимыми Соединенными Штатами, однако они никогда не имели этой свободы и не имеют ее сегодня. Они были и остаются колониями королевского темпла, потому что по праву собственности и другим документам у них нет юридического права быть независимыми от правления и предписаний королевского темпла. Поразительные вещи. Похоже, что на самом деле не существует никакой независимости США. Штаты зависимые подчинены короне, но не британской короне, потому что Британия не владеет своей короной. Юридические штаты являются колонией королевского темпла. Для того, чтобы эта декларация в кавычках была признана международным законом и для того, чтобы создать новое юридическое государство под названием Соединенные Штаты, тамплиер король Георг Третий 3 сентября 1783 года подписал Парижское соглашение между короной Великобритании и Соединенными Штатами. Корона не принадлежит Великобритании. Юридическая корона Великобритании была и остается королевским темплом. Это формально обеспечило Соединенным Штатам международное признание как нового государства британской короны. Очень интересно. Очень важно знать, кто подписался под Парижским соглашением. Обратите внимание на слово Esquire, которое следует за каждым из имен подписавшихся. Слово Esquire означает, что эти люди являются офицерами королевского суда. А теперь нам известно, что королевский суд это суд тамплиеров. Со стороны британской короны подпись поставил Дэвид Хартли, Esquire и тамплиер королевского суда. Esquire это оруженосец рыцаря, то есть он действует от имени и по поручению рыцаря. Esquire это оруженосец рыцаря. со стороны Соединенных Штатов подписались Джон Адамс Esquire Esquire Benjamin Franklin Esquire John J Esquire Esquire Потому что они все принадлежат к одному генеалогическому дереву. И все, что происходит в мире, все голосования, все это на самом деле не имеет большого значения. Я не буду перечитывать всю эту историю, я думаю, вы понимаете, что стоит за всем этим. Мировое правление существующее сегодня можно назвать различными именами. Можете назвать его новым мировым порядком, любимая фраза семейства Буш. Можете назвать его третьим путем, это нравилось Тони Блэру и Биллу Клинтону. Можете назвать это правлением иллюминацией, триадой, треугольником, троицей, масонством, организацией объединенных наций, если хотите. Можете назвать это правлением Евросоюзом, Соединенными Штатами Америки, называйте его как хотите. Но оно все равно остается монархией британской короны. Так как орден рыцарей тамплиеров, великих мастеров обмана, был создан Папой Римским, а их могущественная церковь Темпла расположена в суверенном городе Лондоне, следовательно, миром контролируют Папа и римские капитолии. Похоже, что этот человек знает, о чем он говорит. Итак, корона, члены королевской семьи, церковь, все церкви мира и нации подвластны Риму. Они не подвластны королеве. И англиканская церковь не подчинена королеве. И когда Папа посетил Британию, он преклонился пред могилой Томаса Беккета, архиепископа Кентерберийского, и тем самым он показал, что теперь он достиг того, за что воевал с самого начала. Поэтому королева должна была явиться перед Папой в черном, так как это цвет покорности и подчинения Папе, цвет вассала. Вот она в черном с Папой Иоанном Павлом Вторым. Она королева Бильдербергера в правящей элиты мира. Вот она снова в черном. Похоже, что это ее любимый цвет, когда она идет на ее аудиенции к Папе. На этой фотографии принцессы Уэльса и она также одета в черное. Вот она стоит рядом с Папой. Это была ее частная аудиенция с Папой в Ватикане. Диана неосуществившаяся принцесса. Это короткая фраза из того же самого интервью журнала Панорама была замечена всеми. Она сказала, что причиной неожиданного интервью было их желание отстранить ее. Но мы не будем вдаваться в детали. Итак, лорд Ранси откровенно высказывал свою точку зрения, когда папа посещал Англию. Ранси был архиепископом. Ранси сказал, «Я надеюсь, я могу убедить эту церковь ослабить хоть чуть-чуть свой корсет и хоть немного раскачать эту лодку». Голос христиан должен быть громким и четким в решении серьезных политических вопросов нашего времени. Это этнические проблемы безработицы и разрушения. Нам необходимо отойти от служения Богу и начать служить людям». Поразительно. Вот статья из газеты. Роберт Ранси это либеральный католик, который частными визитами за границу развил свою почти патриархальную роль. Он является первым архиепископом, который предложил экуминистическое превосходство Риму. Он приветствовал Папу Иоанна Павла Второго во время первого папского визита в Кентерберийский собор. Папа, ты глава. Кого он должен называть главой? Он должен называть Христа главой. Но даже согласно их государственного строя королева является главой. Итак, Ваше Величество, эта корона очень хорошо смотрится на Вашей голове. Вы подчинены этой короне. Здесь Папа сказал, что это официальное заявление служит чем-то вроде обручального кольца. Давайте подпишем наше соглашение. Ранси и Папа. Это новый архиепископ Кентерберийский, который своим поклоном и поцелуем показывает, кто является господином. А мы то думали, что корона принадлежит королеве. Она была защитницей исконной веры. Но теперь у нее и у ее сына проблема. Они должны стать защитниками просто веры, потому что Рим захватывает в свои руки все религии мира. Это фотография нынешнего Папы и архиепископа Кентерберийского. Архиепископу действительно удалось сдвинуть с места и раскачать лодку. Он открыл врата гомосексуальности и тому подобным вещам. Он усердно трудится в вопросе диалога между христианами и мусульманами. Он заявил, что в Англии им необходимо ввести некоторые законы шариата. Другими словами, давайте добавим некоторые мусульманские законы к нашим британским законам. Когда архиепископ сказал такое, это вызвало большой фурор, но наш милый принц, похоже, не против одеть на себя мусульманские регалии. Великолепно. Я приглашаю вас рассмотреть королевские династии мира и Соединенных Штатов. Слева вы видите кардинала Игона. Кто он? Это ведущий мальтийский рыцарь в США и епископ города Нью-Йорка. Тот, кто является епископом города Нью-Йорка, он также является главой мальтийских рыцарей в США. Кому он подчиняется? Великому магистру и, конечно же, Папе Римскому. Вот он проявляет свою покорность. Кто любит все время вертеться рядом с ним? А, это Хиллари. Хиллари Клинтон с кардиналом Игоном. И Тони Блэр, который стал католиком, также рядом с ним. Принц Буш и принц Гор, также королевских коровей вертятся рядом с кардиналом. Вот они вместе. Это производит довольно торжественное впечатление. Он также не против пожать руку тамплиеру после совместной клятвы верности. Интересные кадры. Вот Буш, старший с мальтийским рыцарем Джулиани. Они все вместе. Обновленная информация февраль 2009 года. А как насчет принца Обамы? Является ли он принцем? Мы недавно пережили удивительные президентские выборы. Нет сомнений в том, что Обама является привлекательной личностью и имеет большое влияние в мире. Если вы заглянете в книгу Перов, которая содержит генеалогию знатных родов, вы увидите, что все то, что касается всех президентов США со времен Вашингтона, также относится и к Обаме. Книга Перов, издательство Берг, Лондон. Каждые президентские выборы со времен Джорджа в Вашингтоне в 1789 году и до времени Билла Клинтона были выиграны кандидатами с исключительно британскими и французскими королевскими генами. Из 42 президентов до избрания Клинтона 33 имели родственные связи с Альфредом Великим, королем Англии, Карлом Первым, великим королем Франков. 19 из них имеют родственные связи с королем Англии Эдуардом, который имеет 2000 кровных связей с принцем Чарльзом. Следующая цитата взята из книги Астротеология и Звездная мифология. Американцы всегда принадлежали и были руководимы одними и тем же королевскими семьями Британии и Европы, о которых традиционная история заявляет, что они были среди потерпевших поражение в войне за так называемую независимость. Вы помните, что корона в действительности не владеет короной. Корона прожит тамплиером, в чем мы уже убедились. Означает ли это, что каждый из этих президентов тайным образом контролируется короной? И что мальтийские рыцари причастны к власти даже при правлении современного президента США? Эта статья взята из газеты Телеграф под названием Маккейн и Обама разделяют одну королевскую родословную в статье 2008 года. Джон Маккей кандидат президента от республиканцев и Барак Обама его соперник от демократов оба являются потомками одного и того же шотландского короля. Согласно исследованию американских генеалогов, они оба имеют общую кровную линию, которая прослеживается до времени короля Шотландии Вильгельма I. В прошлом году было открыто, что мистер Обама является потомком монарха, который управлял Шотландией с 1165 по 1214 годы. Его происхождение и воспитание охватывает весь мир. Он родился на Гавайях, нам известна его история. Это еще один источник, подтверждающий кровные связи. Еще одна веб-страница говорит об этой счастливой семье. Они также направляют нас к королю Шотландии и королю Англии Генриху II, который является предком по крайней мере шести президентов США. Джимми Картер, семиюродный проправнук, Гарри Трумэн, семиюродный проправнук, оба Джорджа Буша, десятиюродные и одиннадцатиюродные проправнуки, Видроу Вильсон, шестиюродный внучатый племянник и Джеймс Мэдисон, трююродный внучатый племянник. Он является девятиюродным внуком вице-президента Дика Чейни. Я слушал одно из выступлений Обамы, и он фактически говорил о своем родственнике Чейни в Белом доме. Итак, Обама хорошо осведомлен о всех этих кровных родословных. Он подходит по сценарию, он имеет, но имеет ли он те же самые связи, что и остальные? Подчиняется ли он мальтийским рыцарям? Он привлекательная личность, и нам нужно задать себе этот вопрос. Это отчет службы католических новостей. Папа посылает поздравления Обаме 6 ноября 2008 года. Папа заверил Обаму в своих молитвах, чтобы Бог помог ему в его высокой ответственности за его страну и международное общество, сказал отец Ломбардий. Папа также молился, чтобы Божьи благословения были на нем и на американском народе, чтобы они вместе со всеми людьми доброй воли могли строить мир солидарности, справедливости и мира. В истории Соединенных Штатов Америки президент впервые получает такие благословения от Папы. Сотрудничество в достижении этой солидарности. Находимся ли мы на пути последних событий, предсказанных в Библии? Вопрос. Удивительно. Но есть две категории людей. Некоторые спрашивают себя, а является ли Обама антихристом? Они спрашивают и задают тот же вопрос о принце Чарльзе. Конечно, мы знаем, что ответа на этот вопрос нет. Только одного можно считать антихристом, это папство, потому что оно выполняет эту роль и оно совершенно точно подходит под это определение. Это поразительно. На этом фото вы видите главу мальтийских рыцарей США, кардинал Иган. Он занят серьезным обсуждением с двумя кандидатами в президенты, Маккейном и Обамой. У них общая кровная линия. Они оба рыцари и они оба подчиняются этому королевскому ордену. И так мы видим, что в корне ничего не изменилось. И не важно, кто станет президентом. Интересным является то, что мы можем прочитать между строк. Интересно, что мы можем прочитать между строк. вот сцена, которая была построена для произнесения Бараком Хусейном Обамой его речи, когда его партия выдвигала его кандидатуру в президенты. Интересно, что декорации заднего плана являются точной копией пергамского храма Зевса. Эта веб-страница содержит вопрос, является ли Обама Антихристом? Ответ нет, мы уже обсуждали это. Интересно, что эмблемой его компании было восходящее солнце. И этот задний план вызывает еще больший интерес, потому что храм Зевса и пергам конкретно упоминаются в Откровении как престол сатаны. Престол сатаны также находится в Риме. Потому что Библия говорит, что дракон дал ему силу, престол и власть. Эта власть находится в Риме и эта власть дракона контролирует принца Чарльза. И слова «Я служу дракону» на гербе принца Чарльза в такой же мере четко вписываются в типологическую картину президента Обамы. Интересный факт из истории. Один из предыдущих больших диктаторов фашизма использовал такую же эмблему, когда его посвящали на высокую должность фюрера. Это был Адольф Гитлер. К своей инаугурации он также избрал задний фон в форме пергамского храма. точно такой как у Обамы здесь на этом слайде. Интересен тот факт, что политическая система Рима это фашизм. И Адольф Гитлер использовал тот же задний фон и Обама использовал ту же самую идею. В откровении 2 глава 13 текст провинциальный городок Пергам назван престолом сатаны. Любопытное совпадение историй. Обама победил на выборах. Он однозначно является привлекательной личностью. Мир находится у его ног. Он является господином перемен. Это был его девиз на предвыборной кампании. Он говорил, нам нужны перемены, нам нужны перемены. Вопрос в том, перемены от чего и к чему. от военной политики к политике мира или же от одной системы правления к другой системе? Движемся ли мы сегодня к той точке истории, когда цари мира отдадут свою власть дверью? Его инаугурация также была пленительной церемонией. Он пригласил никого иного, как Рика Уоррена для произнесения инаугурационной молитвы. Накануне было много дискуссий о том, будет ли Рик Уоррен молиться во имя Иисуса или не будет. Его молитва была блестящей, великолепная молитва, это просто шедевр. Это шедевр. Но она еще удивительнее, если рассмотреть ее на фоне сцены, где она была произнесена. Двоюродный брат Обамы, Чейни, является членом Совета Международных Отношений. Обама лично является членом Совета Международных Отношений. Поразительно, но он должен был выбрать пастора, который с его личного соглашения также является членом Совета Международных Отношений. Этот пастор использовал молитву, которая кажется чудесной и христианской, если посмотреть на нее поверхностно. Но, как вы видите, США сегодня довольно прямо заявили, что молитва пастора Рика Уоррена является собой еврейско-христианскую смесь. Далее сказано, что молитва Уоррена началась основополагающей еврейской молитвой, которая утверждает, что Бог один. Он также обращался к Богу как к милостивому и сострадательному. Этими словами начинается почти каждая глава Корана. Это слова историка Бернстайна, который преподает в Юридическом Университете Нью-Йорка. А закончил Бернстайна молитвой Господней. И он действительно закончил молитву во имя Иисуса, но он также закончил молитву терминологии, которая используется иудеями-мессианами. У иудеев-мессиан нет понятия личного спасителя. У них есть спаситель всей нации, который действует скорее в рамках общества, нежели в сердце каждого человека в отдельности. Итак, здесь мы видим такого Мессию, который соответствует всем требованиям и удовлетворяет желания всех религий мира. Но тот ли это Мессия, который им нужен? Им нужен тот, который устроит свое царствие в этом мире, а не тот, который устроит неземное царство? Мы должны задавать себе эти вопросы, и я молюсь, чтобы люди были готовы к тем переменам, к которым мы приближаемся. Вернемся к принцу Уэльскому, который взволнованно работает за кулисами. Какое уже заключительное действие этой драмы? Это собрание всего мира. Библия говорит, что весь мир удивлялся зверю, и они поклонились зверю. И они поклонились ему. Принц Чарльз возглавил двухдневный международный семинар в апреле 1991 года на борту яхты Британика, пришвартованной у берегов Бразилии, где его теперь величают спасителем мира. Его целью было собрать вместе ключевые международные фигуры в попытке достичь гармонии между конфликтующими позициями Европы, США и развивающихся стран под руководством Бразилии по отношению к плану мероприятий ООН по защите окружающей среды. Это практически все страны мира. На этом семинаре также присутствовали исполнительные директора всех всемирных банков, а также компаний, таких как Shell и British Oil, важные неправительственные организации, европейские политики, включая британских министров, по вопросам помощи другим государствам. Весь мир. Мы сразимся в последней битве и сплотим весь мир в подчинении короне. Является ли он антихристом? Нет. Библия говорит, что мир последует за зверем, а зверь это Рим. Этот милый принц не является зверем, он просто один из принципов, принцев, которые выполняют эту работу. Осуществление плана. Все эти вопросы были объединены в комплексный план действий под названием повестка дня 21-го столетия. Конвенция о биологическом разнообразии, конвенция о морском управе, «Хартия земли», «Всемирный банк», «Всемирная организация здравоохранения» и еще дюжина соглашений, таких как «Нафта», «ГАД», «Натта», «Конвенция», «Риме» все они сотрудничают со стороны Британии, это Королевский институт международных дел, так и со стороны США, «Совет международных отношений». Это трехсторонняя комиссия, а третья сторона это Бильдербергеры, у которых есть корыстно наблюдательная функция за действиями других стран. Весь мир попадает в паутину глобализации, из которых ни одна нация не может вырваться и при этом не пережить сокрушение военных сил и разорение экономики. Эта книга взята из цитата из книги «Устойчивый принц». Я думаю, автор этой цитаты довольно близок к разгадке, он просто ошибается в отношении того, кто находится на вершине этой пирамиды. Автор пишет, «Я убежден, что Лондон является домом Антихриста. Вот почему Элгор предпочел устроить штаб-квартиру своей страховой компании в Лондоне. Лондон является родиной друидов, великих английских, лож, теосифического общества. Все они находятся в Лондоне. Общество исследования психики, гимническое общество, Всемирный фонд дикой природы, Орден подвязки, Трест принца, Международный форум бизнес-лидеров, принцев, Уэльского, Все находятся в Лондоне. Но это также то место, откуда иезуиты контролируют весь мир. Как вы думаете, куда девалось золото со всего мира? Его уж точно нет в Южной Африке. Англо-американцы позаботились о том, чтобы оно было в надежных руках и в надежном месте. мы приближаемся к точке 2015 года, когда будет положен конец нищете. Это самое большое движение в мире. Мы изменим мир к 2015 году. И когда же состоялась большая встреча? Когда? 25 сентября 2008 года. Пока мы сидим здесь, весь мир планирует, как собрать остальной мир под свой каблук к 2015 году. Нам необходим кризис. Как же мы создадим этот кризис? С помощью проблем. Проблем окружающей среды и с помощью финансового кризиса. Мир сходит с ума. Итак, бизнес-лидеры, лидеры-организаторы объявили о первых шагах к мобилизации и достижению целей развития тысячелетия ООН. Цели развития тысячелетия. Поразительные цели. Поразительно. Гипотеза Гайя. Вы уже слышали об этом. Согласно Джоан Вион и Джеймса Лавлока, авторов гипотезы Гайя, они хотят достичь холизма. Планета должна быть превознесена над человеком. Человек должен подчиняться планете. Всякая религия, неверно представляющая первую главу бытия, является язычеством. Нам нужно глобальное управление, партнерство между бизнесом и частным сектором и правительством, что является фашизмом. Мы хотим создать его сейчас. Гипотеза Гайя собирается взять юридейско-христианскую культуру, перевернув ее с ног на голову, удалить ее и заменить ее. Конференция ООН по вопросам окружающей среды созвала саммит по проблемам Земли. Во время этого саммита они раскрыли философский переход к гипотезе Гайя. Вы помните, что принц Чарльз также сторонний гипотезы Гайя. Он, конечно же, не лидер этого движения. Настоящим корпоративным шефом является кто-то другой. Комплексный план действий, принятый саммитом, был назван «Повестка дня 21-го столетия». Он длиной в 297 страниц. Оценка масштабов глобального кризиса имеет 1100 страниц. Эти документы содержат план действий, который будет контролировать каждую грань нашей жизни. Этот документ привлечет свободу в рабство, жизнь в страдания. В феодальные времена только короли-дворяне владели землей и имели свободу. Также под правлением ООН к нам вернется феодальный строй. Просто стороны будут именоваться по-другому. Корпорации станут феодалами, владельцами земли, а общество станет партнером, рабом, который будет за все платить. С принятием конференции и он курса устойчивого развития человек был унижен до уровня растений или животных. Давайте рассмотрим некоторые определения. Устойчивое развитие втирает. Это такое развитие, которое удовлетворяет нужды настоящего времени, не подрывая возможности следующих поколений удовлетворить свои потребности. Звучит красиво. Во-первых, понятие потребности имеет отношение к бедным этого мира, которым должно быть дано основное преимущество. Во-вторых, это идея ограничения, наложенная технологией на возможности окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие нужды. Отнимите у имущих и отдайте неимущим. Устойчивое развитие устанавливает глобальную инфраструктуру, которая нужна для управления, подсчета и контроля всех мировых активов. Сюда входят ваши пастбища, сельскохозяйственные угодья, океаны и внутренние водные пути, морская среда, морская жизнь, города, жилые дома, конвенционные истоки, твердые отходы, методы производства, воздух, загрязнения, биотехнологии, каждый аспект жизни и каждое живое существо. Далее. Результатом этого стала конвенция о биологическом разнообразии, которая осуществила теорию холизма. Конвенция по борьбе с опустыниванием, конвенция об изменении климата. Эти конвенции изменят наши существующие свободы. Мы не сможем передвигаться по планете. А вот инициатива Хартии Земли. Это их личная веб-страница. Хартия Земли это декларация фундаментальных принципов построения справедливого, устойчивого и мирного глобального общества для 21-го столетия. От людей потребуют, чтобы они подчинялись и делали то, что им сказано. Созданное глобальным гражданским обществом, глобальным гражданским обществом, поддерживаемое тысячами организаций и институтов, эта Хартия является не только призывом к действию, но и мотивирующей силой, вдохновляющей на изменение мира. Послушайте, что сказал Морис Стронг, который открывал конференцию ООН по вопросам защиты планеты в Рио-Джанейро. Он был председателем конференции и сказал, истинной целью Хартии Земли является то, что она станет чем-то вроде десяти заповедей. Интересно. Цитата. Не причиняйте окружающей среде других того, чего не хотите, чтобы другие причиняли в вашей окружающей среде. Я надеюсь, что эта Хартия станет своего рода десятью заповедями, нагорной проповедью, которая станет справочником поведения человечества по отношению к окружающей среде в следующем столетии. Это сказал Михаил Горбачев от имени Горбачев Фонда. Это новый закон, появляющийся в нашем обществе и занимающий место Божьего закона. Затем Моррис стронг намекнул на открытую атеистическую повестку дня, предложенную для будущей Хартии Земли. В своем обращении он сказал, сегодня на каждом человеке лежит ответственность сделать выбор между силами тьмы и силами света. А если вы знаете работы Элис Бейли и Блаватской, то вам также известно, что они искажают истину, таким образом, что свет становится тьмой, а тьма становится светом. Люцифер становится источником света. Они работают над зловещей повесткой дня. Цитата. Поэтому нам следует изменить наши отношения и принять обновленное уважение к превосходным законам божественной природы. Это пантеизм. Это пантеизм чистой воды, это устранение Бога, это крайняя степень отступничества. Стронг закончил свою речь под громкие аплодисменты толпы. Между строк читаем, давайте избавимся от христианства. Гуманистический манифест говорит, чтобы лучше понять религиозный гуманизм, мы ниже подписавшиеся хотим сделать определенные утверждения, которые, как мы верим, являются фактами, очевидными в нашей современной жизни. Поэтому мы заявляем следующее. Первое. религиозные гуманисты считают, что Вселенная существует сама по себе и никем не создана. Второе. Гуманизм верит в то, что человек является частью природы и что он появился в результате непрерывного развития, то есть эволюции. Наконец человек начинает осознавать, что он лично в ответе за претворение своей мечты в жизнь, что он имеет в себе силу для таких достижений. Ему просто необходимо настроить свой ум и волю на выполнение этой задачи. Потом они говорят о законах природы. Для этих великих достижений человеку необходимо использовать ресурсы и законы природы. Даже без божественной помощи он может сделать это сам. Нам не нужен Бог, мы сделаем все сами. Если сделаем что-то неправильное, это наша вина, а если правильно, то это наша заслуга. Так, давайте делать правильно и как можно быстрее. Итак, весь мир начинает поддерживать зеленых, то есть защитников окружающей среды. Кроме всего, принцы говорят возмутительно, законы зеленых стали пагубными. Мы защищаем природу или разрушаем жизнь. Британское издательство Guardian заявило, законы и постановления выдвигаемые движением зеленых могут привести к энергетическому риску, заявляют европейские компании и производители электроэнергии. Крупные проекты отменены по причине сомнительности. Вы не можете передвигаться. Это растение исконно произрастает здесь или нет. Выкорчевать его. Что это? Яблочное дерево? Оно никогда не росло здесь. Выкорчевать его. Дерево Гуаявы? Выкорчевать его. Эти люди сумасшедшие. Канада? Я читаю отрывки из газеты. Это закон о машинах, работающих на холостом ходу. Сошла ли Канада с ума? Трое людей в Канаде сильно волнует, когда люди оставляют свои машины работать в холостую, чтобы прогреть их. Это приводит к дополнительным расходам из собранных налогов обычных граждан. В некоторых частях Канады принято закон о стиле предотвращения работы машин в холостую. Страф за нарушение составляет от 100 до 400 долларов. А вот личная веб-страница прилициации под названием Один Мир. Добро пожаловать на сайт OneWorldNet. Мы собираем последние известия и точки зрения более 1600 организаций, которые содействуют осведомленности о правах человека и борются с нищетой во всем мире. Климатическое правосудие выступает за реализацию целей развития тысячелетия. Нам необходимо достичь этих целей, так давайте будем использовать климат. Будем использовать глобальный кризис пищи. Если вы пожнете весь урожай и не посадите больше ничего, тогда действительно наступит кризис. Всемирная акция под названием Во имя мое. Что они говорят здесь? Всемирная акция под названием Во имя мое будет приведена в действие неправительственными организациями, знаменитостями и участниками кампании по борьбе с нищетой. Цель собрать денежные обязательства для мониторинга и подотчетности и получить согласие для проведения саммита, подытоживающего цели развития тысячелетия в 2010 году. Времени почти не осталось, надо приложить усилия. Кто спонсирует этих людей? Фонд Форда, фонд братьев Рокфеллер, организация Филадельфия, это крупная организация, здесь не просто тысячи долларов, здесь миллионы и триллионы долларов, огромные суммы. Поэтому экстремальная диспропорция богатства, прибыли и экономического роста должна быть уменьшенной на всемирном уровне. Иными словами, давайте перераспределим богатство. Какая еще цель может бросить больший вызов человечеству, как не та, чтобы каждый человек стал образцовым и практичным гражданином всемирного общества? Вы думали, что вы не подданный гражданин короны? У меня есть для вас новость. Канада, ты являешься подданной британской короны. Давайте рассмотрим немного финансовый кризис. Посмотрим, как перераспределяется богатство. Как мы вернем всех в феодальное общество? 25 сентября 2008 года Министерство финансов оправдывает срочную ипотеку Буша. Все учтено. 14 декабря 2007 года Сенат подавляющим количеством голосов утвердил меры реорганизации федеральной администрации по жилищным вопросам, чтобы помочь некоторым владельцам домов, которые на грани лишения права выкупа закладной. Они называют это помощью. Должно ли федеральное правительство помогать кредитерам и заемщикам, которые попали в ипотечный кризис? Вопрос. Давайте дадим банкам больше денег и таким образом решим проблему. Кто тогда становится владельцем этих домов? Конечно же правительство. И чем больше люди берут взаймы, тем больше может возникнуть проблем. Буш настаивает на неотложной поддержке Уолл-стрит к концу недели. 700 миллионов долларов в поддержку финансовой биржи. Давайте обойдемся без этого. Но мы не можем обойтись без них. Если они предоставляют помощь в этой ситуации, кто становится владельцем? Правительство. Правительство выделило деньги. Тот, кто выплачивает ссуды, он должен получить вознаграждение. Кто поддерживает все это дело? Гордон Браун поддерживает план помощи американской финансовой бирже на сумму 700 миллионов долларов. Гордон Браун заявил, что поддерживает план Буша помочь финансовым рынкам на сумму 700 миллионов долларов. Он говорит, что нужно взять такую сумму. Мы приближаемся к кризису. Здесь мы видим охрану окружающей среды, борьбу со спидом и тому подобные вещи. Как сказал Ганди, будьте тем изменением, которое мы хотим увидеть в этом мире. Мы хотим увидеть изменения. Изменение означает избавиться от того прекрасного, что у нас было. Как много людей говорят, как я хочу, чтобы вернулись те старые добрые времена. Но наступают новые времена. Наступают времена, наполненные кризисом, большим кризисом по всему миру. И этот кризис будет увеличиваться с каждым днем. Нас ждет глобальная катастрофа. Вопросы защиты окружающей среды везде на первом месте. Наша планета в опасности. Нам необходимо решить эти проблемы, иначе мы все потонем на протяжении следующих пяти лет. Нам необходима глобальная пропаганда. Посмотрим на некоторые из этих глобальных проблем. Это последний час. Пора принимать решение. Я уверен, что вы сделаете правильный выбор. Все эти слова принадлежат рыцарям. Что касается проблемой глобального потепления, ученые однозначно заявляют, что климатические изменения это ранение, которое человечество нанесло самому себе. Наши ресурсы могут серьезно оскудеть. Это климатический кризис планетарного масштаба. Мы так близки к красной линии, что мы проснемся завтра утром и обнаружим, что уже нечего спасать. Мы достигли точки настоящего бедствия. Совершенно ясно, что проблема климатических изменений должна занять место в одном ряду с военными конфликтами и нищетой. Климатические изменения привели к конфликтам, которые в будущем могут только усугубиться, если только мы не начнем срочно действовать. Перемена климата это единственная вещь, которая может положить окончательный конец курсу нашей цивилизации. Одна катастрофа будет следовать за другой. Перемена климата это экстремальные погодные условия, лесные пожары и разрушения, повышение уровня моря, рост цен на продукты питания, распространение заболеваний. Если бы будущее мира зависело от меня, что бы я сделал? Что бы я сделал? Ледяная шапка Северного полюса тает настолько быстро, что мне кажется важным, так это то, что некоторые из последствий, которые мы наблюдаем, происходят в два раза быстрее, чем ученые предсказывали всего лишь пять лет назад. Доклад, опубликованный ранее, в этом году комиссион по переменам климата пришел к заключению, что температура на планете повышается. Это вызвано в основном результатами человеческой деятельности. Если вы прочитаете доклад комиссион, то поймете, что есть только несколько возможностей для стабилизации состояния. В 2010 году количество людей, покинувших свое место жительства в результате экологических проблем может достичь 50 миллионов. Изменение климата вызвано пустыневанием и вырубкой лесов. Эксперты говорят, что ситуация, лежащая в основании кризиса, не является временной. С каждым днем она становится все более и более сложной. Нет гарантии того, что человеческая цивилизация выживет. Стрелки часов судного дня климатических изменений приближаются к полуночи. Мы реагируем недостаточно быстро. Нужно ли нам двигаться быстрее? Да, нужно, потому что сегодня у нас меньше времени, чем вчера. Изменение климата очевидно принесет серьезный и отрицательный эффект. Размеры и скорость изменений окружающей среды в начале 21 века являются серьезным призывом к пробуждению. Мы несомненно понимаем, что глобальное потепление это реальность. И сегодня вопрос не в том, происходит это или нет. И не в том, плохо это или нет, а в том, что нам с этим делать. Все мы часть этой проблемы глобального потепления. Давайте же все станем частью решения этой проблемы. Трудность в том, чтобы доказать людям, что им по-настоящему следует готовиться к неизбежному. Производство и потребление мяса производит огромное количество выбросов углекислого газа. Машины, грузовики, самолеты вместе взятые до тех пор, пока мы не изменим наш режим питания, все остальное не имеет значения, потому что именно производство мяса ведет к вырубке большинства наших лесов, загрязнению воды, появлению заболеваний, вследствие которых все наши деньги уходят в больницы. Так что это первый выбор для всякого, кто хочет спасти землю. Продукты питания и то, что мы выращиваем, имеют большое значение. Все приводит к потерям в окружающей среде, особенно производство говядины. Все мы потребляем слишком много мяса. Вот в чем проблема климата. Наше употребление мяса это вредно даже для здоровья человека. Я думаю, что мы достаточно посмотрели. Мы видим, что ведется обширная пропаганда, что через пять лет мы все исчезнем, если не будем действовать когда? Прямо сейчас. А милый принц Чарльз намеревается построить дом для сына. Дом площадью 790 квадратных метров на границе Англии и Уэльса. Он будет иметь отопление источником которого будет энергия солнца, а утепление будет из овечьей шерсти. Он будет иметь пять ванных комнат, комнату для переодевания, большую столовую, зимний сад и зал с выстроенными в линию греческими колоннами. Он собирался потратить деньги по зеленому. Я рад видеть это. Насколько же устойчивым ты можешь быть, принц? Веб страница Mail Online 24 сентября 2008 принц Чарльз появится на конференции как голограмма. Когда он пошел получать свою награду, ему сказали, вы летели так далеко и ваш самолет сжег столько много углерода, вы способствуете парниковому эффекту. В ответ принц улыбнулся всем присутствующим своей сияющей улыбкой. Принц Эл Гор сделал то же самое. Они становятся зелеными, они являются сияющими принцами. Это технология, которую они используют. Как виртуальный Чарльз воспользуется зрительной иллюзией, чтобы выступить с обращением в начале энергетического саммита в Абу-Даби, чтобы предотвратить выброс 15 тонн углерода в окружающую среду. Вот текст выступления сияющего принца Чарльза. Настало время представить принца Чарльза, но не того, которого вы знаете. Сегодня утром принц выступает с обращением на конференции по энергетическим вопросам. Физически не присутствуя на ней, он появится там в виде голограммы, так называемая трехмерная фигура. Те, которые занимаются этой технологией, утверждают, что скоро для людей станет возможным появляться в любой точке мира, при этом находясь на большом расстоянии от этого места. Наверное, это хорошая идея, но сегодня она делает только первые шаги. Причина появления этой технологии выброс большого количества углерода в результате англоперелета в большого количества людей на большие расстояния. Репортаж корреспондента. Возможно, он не имеет репутации человека, шагающего в ногу с современными достижениями техники, но его консультанты утверждают, что состояние экологии катабультировало принца Чарльза прямо в 21 век. Его изображение трансформируется в голограмму для того, чтобы он выступил с виртуальной речью в Абу-Даби. Если бы он появился там лично, то его самолет выбросил бы в атмосферу около 15 тонн углерода. Виртуальная версия принца Чарльза. Вот она. Была записана в прошлом году в Великобритании. Эл Гор также появится в виде голограммы на одном из концертов живой музыки в прошлом году. Его решение появиться в виде голограммы в прошлом году было принято в результате волны острой критики по поводу выброса 20 тонн углерода во время авиаперелета в США, чтобы получить награду. Похоже, что он принял критику близко к сердцу. Кэтрин Джейкоб с выступом, с выпуском новостей. Если вы мечтали побывать в двух местах одновременно, сейчас такое стало возможным, даже не покидая ваш дом. Принц Чарльз стал одним из первых, кто попробовал это, появившись в виде голограммы для произнесения речи в Абу-Даби. Кэтрин Джейкоб сообщает, что в будущем мы также сможем транслировать себя подобным образом. Удивительно. А что еще интереснее, так это шумиха, которую они поднимают вокруг этого. Давайте возьмем молодежь с собой на борт. Но как же мы можем взять молодежь? Вы используете для этого рок-музыку, программы, вызывающие эмоциональный отклик. Давайте будем сиять на борту. Милый принц Эл Гор и его танцующие лучики. Вот его выступление на концерте в Токио. Милый принц Эл Гор Привет! Привет! Вы слышите меня? Каждый житель планеты. Ты слышишь меня? Текст песни. Давайте отправимся, давайте улетим в небесный рай. Найдем небесный рай. Небесные звезды над нами. Ты только поверь, что то, что в твоем сердце не имеет границ. Поверь, что то, что в твоем сердце не имеет границ. Ты только что в своей связи, что в том, что Census имеют границ. Да, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Позвольте представить вам, леди и джентльмены, мистер Эл Гор. Продолжение следует... 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 Вот смысл проекта под названием «Живая планета». Призвать всех, собравшихся здесь в Токио и по всему миру. Спасибо за то, что вы стали частью проекта «Живая планета». Откликнитесь на призыв. Мы не будем смотреть все до конца. Итак, это принцы мира, которые почитают корону. Принц Чарльз, выступая на энергетическом саммите, сказал, ученые говорят, что проблема изменения климата сегодня настолько серьезная и неотложная, что у нас осталось меньше 10 лет, чтобы уменьшить, остановить и аннулировать выбросы газа, создающих парниковый эффект. Необходимо приложить общие усилия в каждой стране. Один рыцарь дает другому награду. Я понял, что этот принцип действует по всему миру. Если вы хотите получить награду, тогда вам лучше быть членом этой команды. Я вижу Мэрил Стрип также в этой команде. Она из моих лекторов. Очень интересная леди. О, вручение Нобелевских премий. Здесь еще один выдающийся джентльмен. Насколько удобной является эта неудобная истина? А известно ли вам, что 35 тысяч ученых подписали документ, который подтверждает, что все это ловко? Существует много нападок против этой группы ученых с заявлениями, что половина из них или большая половина из них ничего не значит в мире науки. Но этот человек точно имеет вес. Кто он? Он хочет нам рассказать интересные факты. Неудобная правда или удобная выдумка? Доктор Стивен Хейворд, старший член Тихоокеанского института исследований, член общества Вейхаузера при Американском корпоративном институте, автор ежегодного каталога ведущих показателей окружающей среды. Это серьезные вещи. Это серьезный человек. Он также пишет обзор политического курса по отношению к окружающей среде. Он является автором этой неудобной правды или удобной выдумки. Он автор этой работы, этого видеоролика. А вот одна из его сотрудниц, доцент сельскохозяйственной и биосистемной инженерии. Проблема с ВИЦ, премьер-министром Эл Гором и другими экстремистами глобального потепления состоит в том, что они искажают науку, сильно преувеличивая риск, настаивая на том, что каждый, не соглашающийся с ними, является коррумпированной личностью. Они внушают, что решения проблемы просты и дешевы, а это все является удобной выдумкой. Неудобная правда или удобная? Выдумка. Возможно, наиболее волнующее заявление Гора заключается в том, что изменение климата является больше вопросом морали, чем политики. То, чего он хочет достичь, требует больших политических интервенций в экономику и глобальное расширение власти правительства. Он говорит, что хочет использовать рынки, но на самом деле он хочет продвинуть такие законы, которые сделают энергию намного дороже, чем она стоит сегодня. Это, правда, настолько неудобно в повестке дня Эл Гора, что он скрывает ее. Один из недостатков подхода вице-премьера, министра Эл Гора к этому вопросу, это то, что он начинает с точки зрения философского пессимизма, который рассматривает человека как существо, отделенное от природы технологией. Вот почему он призывает к таким вещам, как реорганизация общества и возвращение к фермерским хозяйствам, чтобы решить проблему изменения климата. Мне этот подход кажется сомнительным и даже опасным, потому что он наводит на мысль, что мы можем решить некоторые глубокие человеческие проблемы посредством политики. Мы никогда не сможем сделать это, и я думаю, что это несовместимо с демократией. Изменение климата является наиболее сложной научной проблемой, когда-либо изучаемой человечеством, она требует взаимодействия многочисленных дисциплин в таком соотношении, к которому мы никогда раньше не прибегали. Это один из аспектов, который делает эту идею скандальной. Идея о том, что научные вопросы якобы решены, что уже не осталось сомнительных вопросов, достойных обсуждения, что якобы нет сомнений в том, что какой-то политический курс мы будем использовать для решения проблемы. Я попытался упростить научные проблемы для широкой аудитории, при этом не упрощая сложность этих вопросов. Проблему с книгой и фильмом вице-премьер-министра Алгора можно сравнить с кодом да Винчи. Все началось из хорошо известных и принятых фактов и дошло до сильно преувеличенных и причудливых заявлений, об основании которым нельзя найти в научных источниках. Одно из его заявлений в том, что при существующем уровне углекислого газа мы перешагнем порог опасных последствий в течение 20 лет. Говорит ли наука что-то другое по этому вопросу? Ответ. Безусловно, существует много причин подвергать сомнению эти модели. Мы пытались предсказать будущее с помощью компьютерных моделей. Мы попытались смоделировать один из наиболее сложных феноменов, которые когда-либо изучались. Каждую неделю в научных журналах появляется множество материалов, исследований, которые подвергают высказыванию господина Гора серьезным сомнениям. Он хочет сказать, что все эти заявления, похоже, перевернуты. В течение года земля покроется льдом, и весь тот растаявший лед вернется назад в течение всего одного года. И так, существует много досужих разговоров, которые не заслуживают доверия на научном уровне. Интересно, что когда вы сравниваете этих принципов, я для примера возьму принца Чарльза, я цитирую его слова. Давайте сравним этих двух. Сравним Чарльза, принца Уэльского и Иисуса Христа, Спасителя мира. Корни британской королевской семьи можно проследить до 8-го столетия. Родословную принца Чарльза можно проследить до титулованных королей юрисалимских. Чарльз является евреем по линии дедушки. Иисус существовал еще до создания мира. Он является великим, я есть Мо. Он родился в городе Давидовом, мессия, еврей. В поисках внутреннего смысла Чарльз обратился к природе, философии Гая, то есть поклонению Земли. Он верит в то, что каждая религия имеет свои преимущества. Благодаря пролитой крови Иисуса Христа, человечество получило прощение грехов и имеет возможность получить жизнь вечную. Мы поклоняемся Создателю, а не Творению, как это делает Чарльз. Чарльз очень активен на глобальном уровне за кулисами. Он тайно работает, собирая вместе ключевые фигуры, используя всемирный орган власти ООН. Он руководит основной повесткой Дня ООН по вопросу окружающей среды, которая изменит нашу жизнь. Вся миссия Иисуса Христа состояла в том, чтобы спасти павшее человечество посредством своей жизни на кресте и дать нам прощение грехов и вечную жизнь. Иисус дает надежду угнетенными свободу тем, кто верит в Него. Все, что Он делал, Он делал в открытую. Иисус сказал, «Я ничего не делаю тайно». Иисус ничего никогда не делал тайно. Сегодня люди говорят, «Боже, храни королеву!» «Боже, храни короля!» «Отдавая дань монарху!» В одни Иисуса они выкрикивали «Осана!» «Что означало, спаси или помоги сейчас же!» Сегодня же все наоборот. Символом британской королевской семьи является красный дракон, который также является символом Рима, и которому, как они говорят, служат. Иисус пришел как агнец Божий. Он не дракон. Он агнец, который взял на себя грехи мира. И Он тот, который придет опять и победит. Все эти силы, являющиеся подданными человека греха, исчезнут. Так говорит Библия. Вот эмблема принца Уэльского. Это просто символ почитания короне. Короне, находящейся у тамплиеров, тайного общества всего мира, которые подчиняются одному и тому же Господину. Мы видели красный ковер, который растилают перед Папой, как с него снимали каждую пылинку для его святых ног, когда он был в ООН. А на гербе написано «Я служу дракону», то есть Риму. Откровение 13.14. И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен всему зверю, и кто может сразиться с ним. Мы видим, чем являются Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки уже почти королевское государство. Вся их военная сила, вся военная власть служит для одной цели. А люди? Люди могут быть использованы как пушечное мясо, они не имеют значения. Откровение 17.14. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнц победит их, ибо Он есть Господь, Господствующий, и Царь, Царей, и те, которые с Ним, суть званные, и избранные, и верные». Выбор за нами. Мы можем принять решение игнорировать то, что написано в Священном Писании. Мы можем выбрать верить в то, что этот мир становится лучше. Или же можем верить Библии. Библия говорит, что наибольшей проблемой последних дней будет то, что Иисус назвал обманом. Ученики пришли к Иисусу и спросили, когда же это все произойдет? Какие признаки Твоего пришествия и кончины века? И первые слова, которые Он произнес, были «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Спасибо. 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 Продолжение следует...